привет друзья сегодня мы с вами приготовим итальянский бекон в италии он называется панчетто рецепт называется панчетто тесса мы его будем готовить с вами традиционно вялить в течение месяца неделю его солить здесь не будет нитритной соли хотя в других видео мы с вами будем готовить английские беконы с применением нитритной соли это будет абсолютно природный только соль и специи больше ничего мы также коптить его не будем это будет сыровяленый бачок здесь у меня один килограмм мяса старайтесь выбирать свежие мясо обязательно так чтобы вы видите вот мясные прослоечки потому что все таки мы же не хотим есть одно сало нам хочется чтобы это выглядело гармонично и сочетание сала и мясо сколько нам нужно соли для приготовления без нитритной соли нам на один килограмм понадобится 4 процента соли если у меня есть килограмм значит соответственно мне нужно 40 грамм соли старайтесь всегда взвешивать купите себе весы если у вас нет не нужно ориентироваться на скажем так и на ложку там пол ложки чайной или две столовые ложки нет-нет-нет ребята все нужно взвешивать если вы не хотите пересолить свое мясо свои будущие колбасы и беконы и тому подобное обязательно нужно все четко придерживаться рецепту 40 грамм соли на один килограмм мяса я положил сюда пол чайной ложки перца чили и пол чайной ложки черного перца вот этой смесью мы сейчас с вами натрем наше мясо впоследствии мы будем использовать гораздо больше специй это в первичный посол вам может показаться что что соли недостаточно не нужно обманываться всего достаточно 40 грамм соли это 4 процента вполне достаточно чтобы наш бачок очень хорошо просадился все остатки соли сюда ложим форму если у вас есть металлическая форма прекрасно если у вас есть вот такая вот стеклянная форма как у меня тоже замечательно что же мы делаем дальше наше мясо засолено закрыли пленочкой обязательно маркером поставьте число с которого вы начали посол и отправляем в холодильник на 7 дней я вам рекомендую каждые два дня мясо переворачивать для того чтобы она равномерно просолилась ну что друзья прошло у нас с вами 7 дней наша панчета подсолилась вот она уже достаточно тверденькая давайте будем продолжать с ней работать нам надо ее помыть в пиве или в вине белое обычное пиво буквально полстакана мы смываем с вами лишнюю соль вот так вот просто слегка его помассировали и этого достаточно следующий момент давайте приготовим веревку потому что она у нас будет висеть и сушиться делайте дырку в самом толстом конце то есть видите здесь жира гораздо больше чем здесь мы его повесим вот таким вот образом и все соки и жир будет стекать вниз потому что если вы повесить его мясом вверх то ваше мясо слишком пересохнет теперь она у нас готова для того чтобы сушиться но это еще не все теперь давайте подготовим специи 2 чайных ложки черного перца пол чайной ложки соли пол чайной ложки мускатного ореха пол чайной ложки чили столовую ложку чеснока затем нам нужен с вами лавровый лист возьмем ну три листочка мелко его мнем и 2 столовых ложки коричневого сахара все это смешали наша задача покрыть этим составом нашу будущую панчетто берете специи и вот таким вот образом вбиваете в мясо она у нас влажная после пива поэтому благодарна принимает все наши специи чем больше специи вы во мнете в нее тем она будет вкуснее но все вот она у нас вами готова вот такая симпатичная теперь вот в таком состоянии вешаем на три дня при комнатной температуре не забудьте подставить под нее какой-нибудь емкость потому что в течение трех дней с ее будет капать очень обильно влага соки вся жидкость которая была да и до сих пор остается в этом месте ну вот у нас прошло с вами три дня вот так вот она у нас подсохла видите достаточно упругая но в то же время еще мягкая сейчас мы вешаем холодильник приблизительно таким вот образом я вешаю вот на дверцу холодильника это сушится грудка утиная встретимся через четыре недели и посмотрим как она будет выглядеть и попробуем и так у меня в принципе прошло 31 день вот посмотрите вот какая она сухенькая хорошо выглядит сейчас мы с вами ее продегустируем кстати это панчета называется панчета теса это итальянский стиль приготовления вы же знаете что такое панчета панчета переводится это бачок свиной бачок или же как мы его называем подчеревок существует в италии огромное количество различных рецептов и приготовлений панчеты и и заворачивают ее делают вот таким вот образом ее солят коптят все что угодно мы как-нибудь в будущем сделаем с вами копченую панчету ну давайте посмотрим ах тяжело как режется ну вот видите какая красавица вот она красиво выглядит сейчас мы с вами ее попробуем пахнет великолепно в италии шкуру никогда не выбрасывать эту шкуру можно использовать для приготовления например итальянских блюд соусов например для спагетти с помидорами я не знаю будете ли вы готовить я для себя оставлю ну давайте будем смотреть нарезайте очень тоненько пахнет как вы кстати смотрели нашего видео приготовления сыроверной утиной грудки если нет попробуйте очень-очень вкусно давайте попробуем это я вам скажу не просто соленое сало за четыре недели прошел процесс ферментации наше мясо посмотрите как она выглядит она подсохла у него красивый розовый цвет это прекрасное дополнение к вашему праздничному столу посмотрите-ка это наша скумбрия если вы не посмотрели острая скумбрия по-крымски скумбрия копченая которую мы тоже с вами сделаем это панчета который опять же мы сами делали сыровяленую это невероятная наша утка ну что друзья надеюсь что вам видео наше понравилось оно было вам интересно полезно встретимся в следующий раз пока